Привет, мои хорошие! С вами Селена Свей. И сегодня необычное видео, видео по запросу от моих постоянных подписчиков. Сегодня будет видео по запросу от Рита Караева. Я думаю, так правильно, Рита Караева. Она задала мне вопрос, как я держу себя в форме, пример питания, может быть, упражнения какие-то покажу, чтобы взять для себя что-то на заметочку. Я с удовольствием Риточке отвечу, она уже не первый запрос делает у меня, Рита, привет! Каждый раз буду передавать тебе привет. Что я могу сказать об этом? Конечно, никакого секрета нету в том, как я выгляжу. В первую очередь я всегда говорю, что это гены, это гены. У меня мама очень хорошо выглядит до сих пор, в молодости тоже была красоткой и особо никаким видом спорта не занималась. Что могу сказать о своем распорядке? Давайте начнем про спорт. Спортом как таковым я не занимаюсь, потому что не очень люблю, хотя иногда, когда она меня найдет, у меня вопрос пресса. Если я поправляюсь, я особо не поправляюсь. Я могу есть все, что угодно. До определенного возраста я вообще ела все, что угодно и не поправлялась. Но с недавнего я начала как будто чуть-чуть поправляться. И первое, что у меня растет, знаете, как у каждого человека что-то растет. У кого-то там попа начинает расти, у кого-то лицо начинает в первую очередь поправляться. Да, все остальное нормально. У меня всегда поправлялся живот. И для меня это был такой, знаете, как ориентир, что я начинаю поправляться. И я вообще больная до прессы, я очень люблю у девушек кубики, пресса, это очень классно. И когда у меня в голову стукает, например, что я хочу кубики себе, то я начинаю заниматься. Я тогда могу и попу подкачать сразу, и руки, и ноги, как бы все хорошо. Конечно, я иду в спортзал, занимаюсь я больше какими-то групповыми упражнениями, потому что когда ты занимаешься час, да, и прыгаешь, бегаешь, и все так весело, и все вокруг это то же самое делают, ты не должна как бы упасть за грязь лицом, поэтому ты стараешься вместе со всеми делать. Если ты идешь в качалку, то там уже, конечно, больше от тебя самой зависит. И я человек такой ленивый, мне лучше туда не ходить, в эту качалку. Это что касается упражнений. Конечно, бывает, я похожу там месяц буквально, там не больше, да, и потом я перестаю ходить. Сейчас стараюсь просто много ходить там по парку, гулять, больше двигаться, и как-то энергия вся расходится, и, ну, я не поправляюсь особо. Были моменты, когда я прям следила за своим телом, прям старалась не есть, и тогда я ела там одни овощи, фрукты, я не ела сладкое или только утро. Но это все так, конечно, смешно, потому что мне все время говорили, что я не толстая, и перестань издеваться над толстыми, которые рядом, и говорили, что ты, ой, ой, надо худеть, мы сразу комплексуем. Поэтому, ну, конечно, по большому счету внутри я не парилась по этому поводу. Я понимала, что я не полная, мне утром встала, съела какой-то салатик, сделала пресс, и я идеальна на весь день. Поэтому я рекомендовать мало что могу. Это скорее вот люди, которые действительно держат себя в форме, которые поправлялись когда-то. Вот у них, наверное, надо спрашивать. Я себя, в принципе, ни в чем не ограничиваю, и только тогда, когда хочу, я занимаюсь. И когда хочу, я сажусь на диету. Это ради такого, знаете, не знаю, просто поддержания всеобщего массового ухода за собой. Что касается питания, я садилась и на белковую диету. У меня мама белковой диетой занималась, она прям похудела. Да, я старалась тоже есть белки. Но потом где-то прочитала, что это может быть не очень полезно, что всякие диеты должны быть под наблюдением врача. И, в общем, ну что, самые элементарные вещи, которые мы можем есть, это булочки и шоколадки на ночь. Правда, мы можем не есть после 6, после 7 вечера. Стараться, да. А если есть, то есть салатики только, да, что-то такое. Да, я этого могу придерживаться, это не так-то, в принципе, сложно. А днем я ем все, что хочу. Что еще? Что еще? Какой там вопрос? Упражнения. Так, упражнения показывать я не буду, потому что это вообще, я люблю делать пресс. То есть это самые такие легкие упражнения для меня. Ну что, просто ложусь, зажимаю где-то ноги и просто делаю пресс. В общем, я сама также в ютубе ищу эти ролики для пресса. И какие мне комфортно делать и удобно, такие я и делаю. Вот. Пример питания, опять же, да, сказала, что я вот так вот ем все, что хочу, в принципе, сейчас. И рада этому, что могу позволить себе все. Вот. Поэтому мой ответ, девчонки, это гены. Если у вас, конечно, родители, ну, как бы есть такие, которые склонны к полноте, да, и вы пошли там или в маму, или в папу, который склонен к полноте, конечно, вам сложнее. И я вообще не представляю, это очень сложно. Потому что, когда я держала диету, мне тоже было очень сложно, очень тяжело. Я вас понимаю, всячески поддерживаю. Надо держать свою фигуру в тонусе. Нужно, чтобы была упругая попка, накачанный пресс, лицо красивое, стройное. Вот. Поэтому нужно заниматься, ходить в спортзал. Все элементарно просто. Вы просто занимаетесь, просто не идите после шести, и все будет хорошо. Следите за этим. И все. Я желаю вам, чтобы вы были красивы, и чтобы вам все это легко давалось. А чтобы это все легко давалось, должно быть вдохновение. Я желаю вам вдохновения, чтобы все это было для вас легко, с улыбкой, и чтобы это стало вашей частью жизни. Вы стали прекрасными, красивыми. Кто еще не достиг совершенства, чтобы достиг вас скорее. И увидите, как ваша жизнь изменится, как мужчины будут вас окружать, осыпать цветами. Ну, конечно, нужно еще следовать советам моим по поводу, как быть стервой, и как, в общем, вести себя с мужчиной. Потому что красота красотой. Я узнаю очень много красивых девушек, которые несчастны, просто потому что они не могут вести себя с мужчиной правильно. И мужчина долго с ним не задерживается. Вот, поэтому задавайте вопросы, спрашивайте. Я научу вас, и все у вас будет хорошо. С вами была Селена Свей. О, мой коктейль пронеслась. И мороженое. Спасибо. Упишечная карамельная. Спасибо. А я сижу в нашем ростовском месте. Вообще какая-то красная. У нас погода просто ужасная. Сижу в ростовском месте. Это у нас Яла называется, по-моему. Или Алла, или Яла. Что-то тут на столе ничего нет названия. И я заказала себе мороженое. Они сами делают мороженое вкусное. Не знаю, вкусное ли я, кстати. Давайте попробуем вместе. Клубничное, шикарное. Правда вкусное, правда. Вообще, я считаю, что для меня самое вкусное мороженое на сегодняшний день это в Макдональдсе. Я беру двойной карамель, двойной шоколад в Макфлуре. И просто наслаждаюсь. Это у нас мята с шоколадом. Неплохо, неплохо. Я мяту просто не очень люблю. В еде. И карамель. Очень вкусно. Мне понравилась клубника и карамель вообще бесподобная. Я это все съем. Просто как не знаю кто. И коктейльчик мне принесли. Тоже тут столько всего. Ой, очень вкусно. Тут все. Тут клубника, банан, гренадин, сиропчик. Еще что-то. В общем, какой-то хороший. В общем, хорошо. Потому что сейчас очень жарко. Это летняя веранда. Здесь, естественно, вот вентилятор один. С какой-то водичкой даже пшикает. В общем, все. Я с вами поделилась. И с сегодняшним настроением немножко поделилась. Будьте красивыми и счастливыми. Задавайте вопросы. С вами была Селена Слей. Если мое видео было полезным и интересным, ставьте лайк. Кто не подписан, обязательно подписывайтесь. И смотрите по плейлистам видео, которые вам нужны будут, которые интересны и полезны. Комментируйте, я отвечу всем. А мы увидимся с вами в следующем видео. Пока-пока. Продолжение следует...